Жизнь человека в обществе начинается с детского сада. Именно поэтому основы общественных отношений, заложенные воспитателями дошкольных учреждений, являются определяющими в дальнейшем развитии ребенка. И задача здесь – не только дать детям знания и научить их читать и писать, возможно, куда важнее – научить их любить, быть добрыми и отзывчивыми. Ну и, конечно, немаловажно в работе воспитателя каждый день встречать детей с улыбкой, дарить им свою любовь и зачастую становиться второй мамой. Наша съемочная группа отправилась в 26-й детский сад. Для того, чтобы пообщаться с людьми этой наиважнейшей профессии. Марина Табакова работает с детьми практически всю жизнь, а более того, профессия семейная. Поэтому Марина никогда даже не представляла, что в жизни все может быть как-то по-другому, без любознательных детских глаз, встречающих ее каждое утро. Родные и близкие люди отдали сердце детям. Они работают до сих пор. И у меня, в принципе, никогда не стоял вопрос, с кем я буду. Я всегда трепетно за ними наблюдала. Моя мечта осуществилась. То есть я работаю с детьми. За спиной у Марины педучилище, потом пединститут. Семь с половиной лет учителем в школе. А после перерыва, во время которого появились собственные дети, пришла работать в детский сад. Маленькие дети, мне кажется, интереснее, чем дети, которые в школе. У них много почему, а зачем. А это я хочу, и это я хочу. На все возможные почему ежедневно отвечает еще один воспитатель детского сада номер 26, Светлана Петрова. Вот уже четыре года она дарит маленьким человечкам свою любовь и внимание, а заодно и учит пока что элементарным навыкам аккуратно кушать, складывать свои вещи, умываться. Дети очень искренние. Если им что-то не нравится, они тебе прямо в глаза скажут. И точно так же, если что-то им нравится, что-то они хотят тебе выразить, тоже просто подойти их обнять или они подходят тебя, обнимают, бегут тебе навстречу, когда ты приходишь. Это очень дорогого стоит. Конечно, большую часть времени маленькие дети проводят играя. И здесь немаловажным является общение с психологом. По словам Олеси Политовой, развитие памяти, мышления, всего того, что даст ребенку хороший старт для дальнейшей жизни, лучше всего проявляется через творчество. Нарисование, лепку, аппликации. И именно игровые моменты показывают, что развивать, а что уже хорошо развито. Ну и, конечно, общение с ребенком – это всегда позитивные, искренние эмоции. Дети действительно очень искренние и готовы делиться с эмоциями, готовы делиться энергетикой своей. И от них очень много получаешь положительного. Поэтому мне нравится моя работа именно в плане того, что дети не бескоростны. Это хорошо. Несомненно, работа с детьми – одна из самых сложных и ответственных. И сегодня, как никогда, хочется не только поздравить с праздником всех воспитателей, но и сказать им огромное спасибо за то, что наши дети – с самого раннего детства в надежных, заботливых и любящих руках.